кстати как вам превьюха сегодня сегодняшняя прикольная мне лично понравилось когда делал ее в 2018 году так может чуть-чуть потише в игру была введена ветка итальянских ст с новой механикой дозарядки 2021 к ним добавились тяжелые машины и теперь благодаря кропотливой и долгой работе в игре появится итальянский пт-сал многие представители этой ветки никогда не существовали в железе а некоторые даже не были закончены на бумаге однако благодаря сохранившимся эскизным и архивным материалом удалось проследить вектор инженерной мысли и воплотить машины в игре встречайте итальянские истребители танков отлично боже урод какой а какие уродцы осаждение так щас секундочку и вас и окси возьму я секундочку все есть чек погнали погнали дальше самоходной артиллерии командование итальянской армии задумывалась еще во второй половине тридцатых годов прошлого века однако изначальные опыты не увенчались успехом в основном из-за попыток установить 75 миллиметровые орудия на шасси легкого танка через некоторое время немецкие военные применили в бою штук три эта машина вызвала живой интерес у итальянцев и вдохновила их повторить попытки создания собственной самоходки итальянским военным совместно с инженерами фирмы ансальдо удалось создать первый опытный образец симовен ты а ты один м 41 а ты один советская 1 внешне идейно машина напоминает свой аналог штук ты вместо башни и подбашенной коробки установили не вращающуюся рубку ей разместили 75 миллиметровую гаубицу также основная серия этой пт происхождение в рай среднего танка кара армато м 1441 вследствие чего в игре машина будет иметь невысокую подвижность но отличную маскировку и обзор от на ветку отличную маскировку зашибись просто зашибись я бы представить что вот эти вот мастодонты будут иметь коэффициент 40 которые там будут дальше у пт сау будет осуществляться со среднего танка п 2640 на четвертом уровне поэтому симовента м 41 поможет игрокам плавно адаптироваться и перестроить свой стиль игры для будущих пт в минотауру ооо вот это название я уже превью придумал я уже придумал превью да оооо какой кайф блин хорошо уровне обосновалась симовента м для какой сотов басото разработка и производство этой машины начались когда итальянское командование с начало понимать что танки противника явно выросли с точки зрения характеристик броневой защиты и вооружения решением должна была стать пт сау симовента м 43 геймплей на она похожа на предыдущую машину ветки отличия заключаются в вооружении на пт установлена 102 миллиметровая баса с высокой точностью и пробитием кто по поваляет ей без труда наносить урон с дистанции по тяжелым машинам слышали звук 250 альфа будет скорее всего фронирование относительно пятого уровня также возросло но рассчитывать на него ближнем бою не стоит целом первые две машины ветки это классические пт с рукой ну ничего интересного абсолютно просто ягд панзер который там на шестом уровне и а т8 все они медленные 1 хорошее вооружение и среднее для их уровней броня однако дальнейшие машины нельзя приравнять к обычным это совершенно новые пт сау со своими уникальными особенно это хорошо которые будут раскрываться от уровня к уровню это хорошо это хорошо на седьмом уровне расположился симовенте контракару мод 19 битва ли нам чуть не помер пока это выговаривал на седьмом уровне расположился симовенте контракару мод 19 50 контракар умод что кто это писал симовенте контракару мод 1956 нормально 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 но выглядит он стрим в седьмом уровне раз но ночи стрёмно выглядит как будто бы он всю жизнь сидел за компом вот так вот и все положился с има венте Contra Carro Mod1956 Севенты Contra Carro Машина проектировалась уже после войны И внешне мало напоминает предыдущие ПТ-ветки В основном это произошло Из-за выхода из спячки Итальянского танкостроения И переосмысления его концепции в 50-е годы В основу проекта ПТ-САУ Легли американские наработки С некоторыми дополнениями Во-первых Машина получила вращающуюся башню С ограниченным сектором поворота В 60 градусов Нормально И отличными углами склонения И это очень хорошо Во-вторых На 105-мм ору Мерзотный звук Где был установлен барабанный механизм заряжания А в-третьих У машины появилось отличное фронтальное бронирование Которое позволит ей сражаться В ближнем бою Да ну Отличные УВН УГН нормальные Уверен динамика будет хорошая Есть броня и при этом барабан Сильно Кару мод 1956 Дает ясное понимание того Как будет выглядеть геймплей Будущих машин ветки Сильно Следующая ПТ-САУ Контра кару мод 67 Аааа Стремный какой Боже Какой же он страшный Это уже восьмой уровень Я такой стрёмный Не богу Работа над проектом Этой машины Начались в 60-е годы Когда Италия Плотно сотрудничала с немецкой И швейцарской промышленностью Однако к тому моменту Истребители танка В целом Начали уходить в прошлое Уступая противотанковому Ракетному вооружению Не случайно Проект этой ПТ-САУ Остался лишь на уровне Эскизной Что он мне напоминает Ох Что же он мне напоминает А у меня ХВК-30 напоминает Только что-то как-то это Сплюснутый под конец Очень напоминает ХВК-30 Работки Сбоку В игре машина Приобретает более современный вид При этом Музыка такая конечно Офигенная Сохраняя особенность Вращающейся башни Только теперь Сектор поворота Вместо 60 градусов Составляет 90 По 45 В каждую сторону Жестко Относительно 7 уровня Возрастает и лобовое бронирование Что же Экскалибур Вот Вот Кунзапандер Экскалибур Да 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 Все верно Медленный что ли да Ну ка сейчас еще Относительно 7 уровня Возрастает и лобовое бронирование Что соответственно Сказывается на мобильности машины Экскалибур Вот да Экскалибур Конечно Она не превращается в Т95 Но и быстро менять позиции На ней будет затруднительно Контракару Мод 67 Вооружена точным Старк Такой стремный Орудием С барабанным механизмом заряжания Которое На точным 120-ти миллиметровым орудием С барабанным механизмом заряжания 120 калибр 400 альфа Которое вполне успешно Опускается на 10 градусов вниз Также внешне машина Обладает интересной особенностью Заметным наклоном Да Я вот это видел Я уже Такое решение позволило бы сделать компоновку машины Более рациональной Из-за чего весь экипаж Мог находиться в рубке Без повышения высоты самой машины В игре же такое конструкторское решение Дает возможность танковать из-за укрытия И при этом не снижать УВН в стороны Как это происходит у некоторых танков Или башенных ПТ-САУ На девятом уровне Тварь какая Располагается контр-каро Это просто Жаба Посмотрите На девятом уровне Посмотри Просто Он мне напоминает Сома Рыба-Сом Сама Вы посмотрите на него Просто офигенно Располагается контр-каро 1 МК-2 Тварь какая Проект этой ПТ Был вдохновлен Совместными наработками США и Германии Которые больше всего Соответствовали взглядам Итальянцев на истребителях Милетант В машине реализована Та же концепция ПТ С неполным поворотом башни Средней подвижностью И отличным лобовым Такая стрёмная Что изменилось Так это орудие Вооружение заметно выросло До 127 мм Но сохранив при этом барабан За счёт совокупности Всех характеристик Контра-каро 1 МК-2 Является отличным претендентом На роль предтоповой машины ветки Апофеозом итальянской инженерной мысли Какая мощь Тоже урод Тоже урод Но красивый урод Ну вы поняли И становится контр-каро 3 Минотауру Минотауру Оооо Минотауру Вообще Мне нравится Мне нравится Здесь признаки влияния Как американского Так и немецкого танкостроения Машина воплотила в себе Все те идеи Что развивали предыдущие ПТ ветки Вращающиеся башни С ограниченным сектором Поворота в 90 градусов Нормуль Нормуль И возможностью наклона орудия На 10 градусов Нормуль Отличное бронирование Всей фронтальной проекции Отличное У ВЗ Китая Тоже отличное бронирование Только голдой Рвут усмерть Просто Усмерть Посмотрим на это Которые хорошо балансируют С подвижностью машины И 130-ти миллиметровое орудие С барабаном Ну да 130 500 Ну да 520 530 Альфа Да Не совсем обычным 5 снарядов Хорошая альфа Перезарядка 24 секунды Всего барабана И 8 секунд Между выстрелом Всего барабана То есть Стартанул бой Прошло 24 секунды У тебя 5 снарядов заряжено Верно? Ты стреляешь И Следующий выстрел Ты можешь произвести Через 8 секунд Так? Это типа барабан Который сразу заряжается Но потом он работает Типа как цикл Да? Ну что-то типа Ну 8 это долго 8 это долго С альфой 530 Раньше у 263 Была альфа 550 И КД 8 и 8 Давным-давно Очень давно Вряд ли Это можно назвать Чем-то классическим Ну это не Это не барабан По сути Это цикл Это половина Это начало Барабана Продолжение цикла И если на бумаге Все эти характеристики Звучат странно Еще как То на деле Итальянец Способен удивить Играть на этой машине Следует Как на обычном Циклическом танке С такой альфой И перезарядкой Одного барабана Хватает Чтобы перестрелять Многих соперников Эта тварь Так в турнире Один на один Походу Зайдет Как мне кажется Мне так кажется Две ремки Там Закалку И все Еть убивай Да Вы платите за это Общей перезарядкой Барабана Но во первых Это всего лишь 24 секунды А во вторых Противники Никогда не поймут Когда именно Вы на перезаряд Ну это прикольно В любой момент боя И в любой ситуации Противник просто Не способен Уследить за тем Сколько снарядов У вас прямо сейчас Согласен Вы можете уйти На кд Через три выстрела И пойдет отсчет Прямо сейчас Вы можете Как вам Стабилизация И сведение По-моему Фигня какая-то Посмотрите Вот когда он выезжал По-моему Какая-то фигня Просто не способен Уследить за тем Сколько снарядов У вас прямо сейчас Найс стаба Он Он считай Стоит Он считай Стоит на месте Он чуть-чуть проехал Посмотрите на стабу Вы можете Уйти на кд Через Охренеть Мне не нравится Пойдет отсчет 8 секунд Считает противник Чтобы получить Следующий выстрел Еще пару секунд Он думает Что вы мешкаете Еще несколько секунд На выезд Намудрили 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 И вот только сейчас Наступает момент Когда неприятель Понял Что вы на перезарядке Но вот что он не учел До конца перезарядки Осталось уже Совсем чуть-чуть Это прикольно Такая концепция Весь барабан Весь барабан За 8 секунд Весь барабан Бро Между выстрелем Ты заряжаешь Барабан Объясняю У тебя есть РФА 530 У тебя есть Пулек 5 пулек Начинается бой Ты 24 секунды Заряжаешь 5 пулек А потом Выстрелил Прошло 8 секунд Выстрелил Прошло 8 секунд Выстрелил Прошло 8 секунд И так далее Полностью разряжаешь Свой барабан И заряжаешь Снова за 24 секунды Все Барабан делает Минотауру Абсолютно уникальной машиной А самое главное Машиной Ну Уникальность да Уникальность согласен Но я бы сделал Наверное все таки Какие нибудь там 6,5-7 Между выстрелами Этого барабана Это понятно что типа цикличка Да Понятно Ну хотя 6 секунд Сольфой 530 Ты типа можешь залететь В любого врага И так его Отпенетрировать Жестко Ну хз Которую надо бояться Всегда Потому что в теории Встреча с Минотауру Это всегда Встреча с машиной Которая выиграет У вас дуэль И даже если Сопернику Удастся раскусить вас Посчитать все секунды И сопоставить Все варианты в голове Ему еще надо вас пробить Именно это делает Нового итальянца Отличной машиной Ближнего боя Он готов Навязывать свой бой Готов подстраиваться По стиль противника И готов побеждать Эй Ой бой Помимо исследуемых машин У итальянцев Будет и премиум ПТ 8 уровня Сейчас потенциально Это сема Еще одна тварь Еще один сон Венте контракарро Мод 1964 Виппера Проект этой боевой машины Должен был стать Развитием темы Башенных истребителей танков Которые вела компания Отто Милара Но к сожалению Судьба этой машины Осталась на уровне Эскизных проработок И одной из причин Этого стало Появление более Перспективного проекта Однако Такая интересная машина Просто не могла Не появиться в игре Именно Виппера Первый Отправится на супер Мне нравится Как эти твари выглядят Вообще прикольно Уникальный Внешний вид Мне нравится Мне нравится Четенько Пертест Где на основании Результатов Будет произведена Настройка характеристик Все ветки С сохранением Общей концепции Гейм 24кд Разрядка 32 Нафиг такой барабан Нет Почему А Нет Да Все правильно Ты сказал Да В процессе боя Мы все узнаем Мы все узнаем Потом мы все узнаем Как это будет играться И все это увидим Плейн на премиум машина Будет напоминать Прокачиваемую десятку Хотя по характеристикам Она явно будет Отсылать к ПТ 8 уровню Неплохая динамика И сопоставимая С восьмеркой броня Грозное 120-ти миллиметровое Орудие с барабаном На 5 снарядов Уже привычный Ах Рене с барабаном На 5 снарядов 5 снарядов Опять Это вот тот же самый Астрон Рекс Но Астрон Рекс Мне дико зашел Но Астрон Рекс Он быстрый Он быстрый А тут 5 снарядов Чтобы разрядить Вы понимаете Сколько раз Надо подставиться Под врага Углы склонения Минус 10 градусов Увэн И вообще Шик И вращающаяся башня С сектором поворота 90 градусов А Нормально Вашина Машина Как и 10 Машина Служит для сражений На первой линии Барабан У нее Так же Не классический Перезарядка 8 секунд Между выстрелами И высокая альфа Позволяют 1 на 1 Высокая альфа сколько 400 будет или может больше 420 например многих противников калибр 120 на как как и у десятки упрямо будет сдерживающий фактор в виде перезарядки барабана только в отличие от обычных барабанщиков перезарядка не будет надолго выключать вас из боя следовательно сбросить барабан можно в любой ситуации например когда вы понимаете что вам не хватает снарядов в барабане чтобы добить противника экскалибр реально или же когда у вас план их забрать одного противника и при этом сразу же переключиться на другого таких случаях вы просто уходите на кд прямо во время сражения при этом из-за нетипичного кд между выстрелами противник все еще не понимает что вы делаете перезаряжаете ли один снаряд или же целый барабан и когда до него доходят вы уже почти готовый к новой дуэль сейчас сказать какие характеристики будут в этой машины финальными сложно для этого нужны тесты но уже становится понятно что гейм варь когда я будет уникальным какая двое первых с ним поможет ознакомиться будущее премиум машин планируется сформировать особую касту птс но короче понятно вращающийся но короче понятно более ну прикольно чего прикольно это будет очень сложно на них играть нужно будет уметь играть чтобы на них играть но это прикольно такие нововведения мне нравится вот это то за что это пил чтобы что-то новое появлялось в игре вот сейчас танчик били вот этот вот вводит вот эту фигню стальной охотник вернули с новыми какими-то там изменениями ветку разрабатывать классно классно все я доволен